В национальном календаре событий 29 октября объявлен днём борьбы с инсультом. Как избежать коварной болезни? Об этом и не только. Мы поговорим с главным внештатным специалистом Минздрава Хакасии по ангионеврологии Еленой Безляк. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, начнём с азов. Что такое инсульт и почему он случается? Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое возникает внезапно, без предупреждения чаще всего, и проявляется различной очаговой неврологической симптоматикой, которая сохраняется у пациента больше, чем 24 часа. Симптомы могут быть различные, но чаще всего встречаются симптомы, которые предупреждают и говорят окружающих о том, что у человека случился инсульт. Это слабость в одной руке или в ноге, или в руке и в ноге с одной стороны. Резкая внезапная головная боль, которая никогда раньше не беспокоила и не возникала у человека. То есть чаще всего люди описывают эту головную боль как удар по голове чем-то тяжёлым. Это говорит о том, что, скорее всего, у человека случилось кровоизлияние в мозг. Самые простые симптомы, которые могут знать даже школьники, это асимметрия лица. То есть человек не может улыбнуться. Когда он улыбается, у него одна сторона провисает, другая двигается, как обычно. Попросить показать язык тоже может каждый окружающий. Если вы попросите человека, у которого подозреваете инсульт, показать язык, у него, возможно, будет он отклонён вправо или влево. Это тоже настораживает. Также нарушается речь. Один из признаков инсульта – это когда внезапно нарушилась речь. Она может как полностью исчезнуть, так и быть с элементами заикания. Или какие-то слова человек начинает путать, буквы ставить местами в другую сторону абсолютно не так. То есть уже понятно, что что-то случилось, катастрофа. Также человек может пожаловаться на онемение в руке, в ноге, либо в одной половине тела, половине лица. То есть это самые частые признаки инсульта. Верно, я понимаю, у человека произошёл инсульт, а он может даже и не подозревать, что у него уже критическое состояние. Ну, некоторые, да, то есть так бывает редко, когда окружающие, например, если человек находится где-то в общественном месте или на работе, окружающие могут заметить, что человек стал как-то не так говорить, или у него появилась асимметрия лица. Человек может об этом не знать, но так бывает крайне редко. Чаще всего инсульт – это переводится как удар, поэтому это случается внезапно, и человек об этом уже знает. Скажите, пожалуйста, вот какие факторы риска в нашей жизни, в нашей повседневной жизни, которые приводят к этой коварной болезни? Факторов риска на самом деле очень много, и с каждым годом их, наверное, становится всё больше и больше. Самый главный фактор риска, который предотвратимый фактор риска, который мы с вами можем все у себя изъять, так скажем, это искоренить, это курение. То есть курение – один из самых таких факторов риска, отягощающих течение инсульта, приводящих к нарушению свёртывающей системы и нарушению липидного обмена, ну, если по-простому, то есть обмену холестерина. Когда человек длительно курит, и вдруг он понимает, что курение приводит к инсульту, и бросает курить даже в возрасте, когда он курит всю жизнь. Таким образом, может снизить риск инсульта через 5 лет практически до уровня обычного человека, который никогда не курил. Поэтому бросать курить никогда не поздно. Чем раньше, тем лучше. Алкоголь также пагубно влияет как на всю систему организма, так и на обмен липидов, опять же, таких холестеринового обмена, так и на процессы, происходящие в печени, которые тоже у нас могут влиять на метаболизм. Плюс нарушается артериальное давление, нарушается, естественно, диета, избыточная масса тела, ну и всё, что дальше приводит к инсульту. Ещё много факторов риска. Алкоголь, курение. Здоровых не может быть инсульта? Почему? То есть это пагубные привычки, но мы знаем о них. Есть факторы риска, которые не модифицируемы. Это те факторы риска, на которые мы повлиять не можем. Это расовая принадлежность, это пол, возраст, наследственная предрасположенность. То есть здесь мы уже делать ничего не можем. Поэтому те факторы риска, которые мы можем предотвратить, они в наших руках. То есть если верно я вас понял, что фактор риска, то есть наверняка, ну в большей степени вероятности, мужчина в возрасте, который выпивает и курит. А женщина? Типичный портрет у кого может быть? Ну чаще всего типичный портрет, это да, человек в возрасте. Женщины, они менее подвержены до наступления менопаузы. То есть в этом возрасте до наступления менопаузы встречаются инсульты реже у женщин, чем у мужчин. А в возрасте где-то к 60-65-70 годам соотношение примерно выравнивается. Поэтому здесь типичный портрет мужчины или женщины примерно лет 70, плюс-минус 10 лет, которая может не злоупотреблять алкоголем, которая может никогда не курить, но у которого есть, например, проблемы с сердцем в виде нарушения ритма сердца, у которого есть чаще всего гипертоническая болезнь, и чаще всего они ее не лечат. Ну и немаловажное – это сахарный диабет. Это вот такие три злых фактора риска, которые ведут к возникновению инсульта. В последнее время стали говорить о том, что инсульт молодеет. Это правда? Это действительно правда. Мы видим очень часто молодые инсульты и даже инсульты в возрасте до 20 лет. У подростков сейчас происходят инсульты. Конечно, не так часто, как у взрослых, но тем не менее происходят. На сегодняшний день это не такая изученная проблема. И нельзя сказать, будет у ребенка инсульта или не будет. Тоже очень сложно, но встречаются инсульты чаще всего у мальчиков. На моей практике были в основном мальчики, и это возраст 12-14 лет. Может быть, есть и среди них те, которые болели какими-то заболеваниями, гипертония либо проблемами сердца, но есть те, которые были абсолютно здоровы и не обследованы. Возможно, что это мое предположение. Это связано с употреблением в современном мире различных вейпов и что-то с этим связанным. Курение, опять же, начиная с первого класса, некоторые еще раньше начинают курить. Возможно, это. Может быть, гиподинамия, может быть, потому что дети очень много сидят за компьютерами и мало гуляют, малоподвижный образ жизни тоже является одним из факторов риска. То есть сейчас как бы это такая проблема века. Два правила, как можно убежать от инсульта. Что делать? Ну, наверное, первое правило – это следить за своим здоровьем, причем с самого раннего возраста. Как мы начинаем делать первые шаги? То есть сначала следят за этим наши родители, потом мы с вами, когда уже более в осознанном возрасте. Избегать различных вредных факторов, как из внешней среды в окружающей среде, так и самим. Следить за своим артериальным давлением, массой тела, гиподинамией, то есть избегать как можно больше заниматься спортом. Если есть любая свободная минута, даже находясь на рабочем месте, можно встать, размяться, делать какие-то упражнения. Это тоже очень важно. Потом нужно обязательно соблюдать солевой режим и водный режим. То есть не надо злоупотреблять большим количеством соли, что ведет, тоже может приводить к артериальной гипертензии. И пить как можно больше воды, то есть человек без воды жить, в принципе, не может. Ну и смотреть за своим здоровьем, как уже взрослым людям, за давлением, за сердцебиением, за сахаром крови. То есть для этого у нас есть диспансерное наблюдение, когда мы раз в определенное время, чаще всего раз в год, проходим обследование у специалистов и выявляем факторы риска, которые могут способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям. Елена Владимировна, спасибо огромное за столь полезную информацию. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию НРТС. Вам спасибо, всем здоровья. Это была программа «Вопрос дня». В студии работал Эдуард Иванов. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.